Стадион «Урожай» принес три очка. Ярославский «Шинник» взял старт в новом чемпионате футбольной национальной лиги. Матч против питерской команды «Зенит-2» пришлось проводить в Костромской области, в поселке Караваево. Здесь черно-синие будут играть как минимум до середины сентября на время реконструкции стадиона «Шинник». О том, как в соседнем регионе принимали и поддерживали Ярославль, Сергей Курицин. Из Ярославля добраться до поселка Караваево можно за пару часов. Правда, болельщикам, которые собираются посетить следующие матчи «Шинника», здесь необходимо учитывать тот факт, что в Костромской области ремонтируются мосты. Ну и у спорткомплекса «Урожай», именно так именуется местный стадион, есть проблема парковки автомобилей. Машину здесь оставить практически негде. Позже парковка все же нашлась. Она с другой стороны стадиона, рядом с кассами, заасфальтирована не вся. У самих касс за час до матча ажиотажа нет. Билеты и атрибутика в свободном доступе. Большая часть подтягивающихся малочисленными группами болельщиков – поклонники футбола из Ярославля, готовые ехать за черно-синими на любой стадион. Конечно, да, готовые. Во-первых, не так уж и далеко. Ну, нам деваться некуда, придется здесь играть. Погода шинниковская, сервис присутствует, самое главное. Ну, обзор на футбол хороший, самое главное. Из сервиса, правда, не все работающие кабинки биотуалетов и одна палатка с пирожками. Возможно, на следующих матчах все будет лучше. Это лишь первый шаг такой плотной футбольной дружбы Ярославля и Костромы. Над стадионом то и дело пролетают транспортные самолеты. Рядом аэродром. К ним уже давно привык отец Эльдара Низамуддинова – Фелыхдин. Когда-то он играл вместе с Георгием Ярцевым, теперь поддерживает сына на каждом матче шинника. Ну, как вы считаете, на поселке Каравая это все-таки событие? Ну, логично. Событие, да. Но я думаю, что зритель придет все же на шинник болеть. Все же мы рядом живем. У нас вторая лига, а здесь первая лига уже более, ну, команды более обученные. Увы, в итоге при вместимости единственной трибуны урожая до трех тысяч набралось всего 600 почитателей на две команды. А праздник открытия чемпионата ФНЛ получился, несмотря на дожки и совершенно непривычные условия. Настроение черно-синим поднял самый младший Низамуддинов – Динар, сделавший символические удары по мячу. И уже в первом тайме ярославцы дважды поразили ворота питерцев. Сделать это удалось благодаря стандартам. Безлихотнов положился штрафного, а Чистяков подключился из глубины. После перерыва «Зенит-2» один мяч отквитал, но стартовая победа от шинника никуда не делась. Надо было забивать третий мяч, для того, чтобы концовка была более спокойная. А так, в целом, достаточно довольны качеством игры сегодняшней нашей практически новой команды. Если вы обратили внимание, три человека в составе вышло с прошлого сезона. Следующий домашний матч в Караваево. Шинник сыграет 22 июля против Волгоградского ротора. А через неделю проведет встречу в Воронеже. Соперник – местный факел. Сергей Курицын, Василий Мосин. Новости города.